Вырошить проблему можно только огульными намаганиями, а тому для анализу ситуации собрались и все затекавленные боки, простойники державных и правоохранных органов, галиновых профсоюзных организаций. Увогуль за час реализации декрета об обороне детей в несприяльных семьях досягнуты пылные становшие выники. Процент покрытия расходов на утромание детей, которые находятся на державном запечении, повеличился больше к двоям. Сколько из дорослых, які позбавлены батьковских право, узнизилась омалю два с половой разы. Меж тем застается достатково значный контингент батьков, на яких недей не шут неякие меры. Проблема настолько актуальная, что на некоторых предприемствах пропонуют принять самые кардинальные меры. У нас председатели первичных профсоюзных организаций вносят свои предложения, даже радикальные, которые необходимо решать на государственном уровне. Даже вплоть до того, чтобы производить стерилизацию таких лиц. Почему? Потому что их лишают родительских прав, а у них снова появляются дети. Дарайше за час реализации декрета у одной сынах недобросумленных батьков взбуджено больше за 1500 криминальных справ. Але на думку правооховных органов той ж позбавлении воли не самое лепшее в рашене проблемы. Инша справа, что тут необходно заденешить не только громадскость. Одными гутерками с такими людьми не обыстися. Зараз усю больше сразумела. Потребна допомога специалистов. Новые методы используют. Не одни эти беседы. Сегодня есть замечательные службы социально-психологические. Есть специалисты, которые могут протестировать такого человека. Посмотреть, какая у него проблема. Может, какие-то найти рычаги на него, которые могут воздействовать. Олег Сентюров, Настасья Кучинская, Валера Игапанько, Телерадио, компания «Гомель». Продолжение следует...